Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи! Благослови, Неси, Господи! Благослови, Неси, Господи! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня суббота, 6 декабря. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию Евангельское чтение от Луки, 10 главу, с 19 по 21 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всякую силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Вот такой небольшой евангельский отрывок, дорогие братья и сестры. Сегодня же субботний день слышим мы с вами. Предыстория такая, что ученики 70 апостолов возвращаются с проповеди ко Христу и радуются о том, что они видели, что совершали сами своими собственными руками, ибо Господь дает им реально действительно огромную власть, и они радуются, что духи им повинуются. И вот здесь Господь, немножко останавливая их пыл, говорит им, что «не радуйтесь этому, я дал вам власть, и вы можете наступать на змей и скорпионов и на всякую силу вражию, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Ну вот здесь я уже, может быть, сразу же процитировал самое основное этого евангельского рассказа. Но так или иначе, посмотрите, апостолам Господь дарует власть, и они радуются, вот как дети, действительно, что они обладают такими способностями, но Господь их останавливает и говорит, радуйтесь не этому. Хотя в целом, во всем Священном Писании мы видим, что порой как-то их способности подводили их самих. Вот помним, когда Христос своими учениками Петром, Яковом и Иоанном спускаются с горы Преображения, и там встречают вот этого отца с бесноватым отроком, с своим сыном, которого ученики не могли исцелить. Опять же, здесь, я думаю, нам вспоминается одно из воскресных евангельских чтений, которые читаются на утренне всеночного бдения. И там Господь говорит, что примите Святого Духа, и говорит о тех дарах, что смертное выпить, и это не вредит вам, и так далее, и тому подобное. Ну, как будто вот пересекаются эти слова, вот уже с ранее сказанными словами. Ясно, что здесь, может быть, не стоит понимать буквально, что там можно было ученикам вставать на змею, на скорпиона, и вообще не иметь никаких последствий для себя физически. Понятно, что речь идет, естественно, не об этом, потому что дальше Господь говорит, всю силу враж, их, собственно, змеи, скорпионы, они вот как раз-таки, может быть, символизировали такое вот бесовское дело, змея вот она такая приобретает особый оттенок, начиная там с грехопадения, и вот проходя через весь, всю евангельское, всю, простите, ветхозаветное, ветхозаветный текст, она приобретает вот такую особенную символику. Господь говорит, радуйтесь не этому, то, что это не повредит вам, но тому, что имена ваши вписаны в книгу жизни. Ну, Господь вообще дает огромную власть ученикам, и силу, могущество и мощь, и эта власть, сила, могущество и мощь, она остается и в Церкви Христовой, и, в общем-то, мы можем быть участниками, соучастниками или причастниками вот этих величайших даров, даров именно благодати Духа Святаго, потому что благодаря этому мы можем быть победителями и всегда выходить победителями, тогда, когда вступаем в борьбу с вражей бесовской силой. И эти дары имеются в Церкви, и они открыты каждому, и каждый может приобщиться им, а может просто отвернуться и закрыться от них. Что же значит, что имена написаны на небесах в книге жизни? Это означает то, что наша радость должна быть именно об этом. Не то, что бы здесь совершалось, а именно о том, что мы так или иначе уже становимся участниками жизни небесной. Однажды в своей жизни когда-то мы дали обеты крещальные пред лицом Божиим, и мы вот как будто бы уже, если можно этот образ употребить, уже как будто бы вписали свое имя в книгу жизни, но это имя может быть оттуда стерто, или пропасть. Для этого нужна в целом вся наша жизнь, чтобы мы там трудились, чтобы мы сохраняли свою христианскую веру, ее здесь, в этом мире, который во всем, с одной стороны, для нас благоприятен, благоприятность заключается в том, что мы попросту преодолевая, опять же, из раза в раз мы об этом говорим, преодолевая искушение, достигаем поставленной цели. С другой стороны, неблагоприятность. Понятно, то, что как некий меч обоюдоострый, с одной стороны, отсекает грех, с другой стороны, нас тоже может задеть и как-то там поранить. Так же вот и искушение, которое в нашей жизни происходит. Дальше Господь говорит в 21 стихе, «И в тот час возрадовался духом Иисус и сказал, славлю тебя, Отче Господа, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Открыл это, то есть, вот, может быть, познание или понимание Царства Божия от мудрых и разумных, но открыл это младенцам. Что значит? Это непонятные слова. Опять же, обращаемся к ученикам, видим среди них обычных рыбаков, обычных, самых простых людей, не уж не такой высокой культуры и образования, которые имели там те же самые фарисеи и книжники. И Господь не случайно призывает именно этих людей для того, чтобы проповедовать Царство Божие, для того, чтобы стать ближайшими учениками. Ибо вот эта мудрость земная и этот разум, он попросту может закрыть сердце человеческое к восприятию благодати Божией. Почему? Это, конечно, не означает, что мы должны быть людьми малообразованными и грамотными. Но мудрость и вот эта вот мирская разумность, может быть, она попросту выстраивает в жизни человека огромную преграду. И преградой это является человеческая гордость. И от многого мудрования могут быть многие искушения, сомнения. Хотя в Священном Писании Господь говорит, что будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. То есть мудрость, она предполагается, но, однако, эта мудрость несколько иного порядка. И открыл это младенцам. То есть вот мы уже говорили на этой неделе о том, как Господь, когда призывает, останавливает учеников, чтобы они не возбраняли детям приближаться к нему, чтобы не возбраняли приносить детей к нему. Он говорит, что если не будете подобно детям, то в Царство Небесное не войдете. Вот, в общем-то, и здесь то же самое. То есть открыл это младенцам. То есть ученики вот так по-детски, может быть, пусть даже и употребим это слово, чувствуют, воспринимают слова Христовы, воспринимают их всем своим сердцем, всем своим существом, и тем самым становятся действительно соучастниками, наследниками Царства Божия. Они идут за Христом до конца, и именно в силу вот этих качеств их души, которые делают их способными идти за Христом до конца. И Господь им открывает много, и они становятся, ну вот, теми, для кого, опять же, повторимся, открыто много, что, к сожалению, становится закрытым для других людей, которые чисто, может быть, с нашей такого мирского, земного взгляда могли бы быть достойнейшими людьми, но они оказываются в силу своих собственных причин от Бога удаленными. Вот такое небольшое Евангелие, дорогие братья и сестры, совершенно небольшой евангельский отрывок. Сегодня, в субботу, мы с вами слышим, мы читали Евангелие от Луки, 10 главу, с 19 по 21 стих. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч, и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok